Уважаемый господин президент, дамы и господа, Только что завершились переговоры с президентом Ругвая, господином Васкесом, и хочу отметить сразу же, что они прошли в дружеской атмосфере, носили конструктивный и содержательный характер. Сначала в узком составе, а затем с участием глав министерств и ведомств мы обстоятельно обсудили вопросы двухсторонних отношений. Наметили ориентиры на будущее. Ругвай – надёжный партнёр России в Латинской Америке. В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 160-летие установления дипломатических отношений. Общий настрой на дальнейшее наращивание двустороннего взаимодействия подтверждён в только что подписанном совместном заявлении глав государства. В ходе переговоров приоритетные внимания уделили развитию торгово-экономических связей. К сожалению, в течение последних четырёх лет товарооборот между Россией и Уругваем сокращался. Сложившаяся ситуация находится в центре внимания межправительственной комиссии. Одно из ключевых направлений совместной работы – сельское хозяйство. Основу уругвайского экспорта в Россию составляют продовольствие и сельхозпродукты – более 90%. В последнее время улучшилось и увеличилось качество, увеличились объёмы поставок в Россию и другой сельхозпродукции – рыбы, морепродуктов. Интерес представляют передовые уругвайские технологии в агропромышленном комплексе. Были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сфере энергетики. В частности, такие компании, как «Газпром», силовые машины, могли бы принять участие в модернизации уругвайских гидроэлектростанций и в поставках необходимого сырья. Предложили партнёрам рассмотреть возможность закупок самолётов – сухой суперджет и МС-21. Условились продолжить взаимодействие в сфере здравоохранения. Завтра господин президент намерен посетить Национальный центр детской генематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва, где наши коллеги ознакомятся с современными российскими разработками в области лечения детских заболеваний и, господин президент, выступит с лекцией. Констатирована важность двухсторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере. В прошлом году в Уругвайе с успехом прошли Дни России. В Монтовидео открыт памятник знаменитому русскому мореплавателю и адмиралу Белинсгаузену. Мы ценим доброе отношение в Уругвайе к российским соотечественникам. Сейчас их численность составляет более 7 тысяч человек. Признательны партнёрам за поддержку изучения русского языка. Обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов международной повестки. По многим из них позиции России и Уругвая совпадают или очень близки. Это позволяет нам эффективно сотрудничать в организации объединённых наций, в частности, в Совете безопасности, где Уругвай является непостоянным членом Совета безопасности в 2016 и 2017 годах. Предметно обсудили перспективы развития сотрудничества России с государствами Латинской Америки, подчеркнули важность налаживания коопераций между региональными интеграционными объединениями, участниками которых являются наши страны. В первую очередь это Евразес и Южноамериканский общий рынок Меркосур. Отметили востребованность политдиалога России с сообществом латиамериканских и карибских стран. И в завершение хочу поблагодарить господина президента Васкеса, всех наших уругвайских коллег, за предметный и заинтересованный разговор сегодня. Уверен, состоявшиеся переговоры послужат дальнейшему развитию наших двусторонних отношений. Большое спасибо. Благодарю вас за внимание. Господин президент Владимир Путин, уважаемые министры, присутствующие здесь, представители региональных властей, уважаемые журналисты, добрый вечер. Еще раз хочу сказать, нам отрадно быть здесь сегодня с вами, вместе с президентом Владимиром Путиным. Как он сказал, мы завершили активные и достаточно результативные переговоры. Но прежде всего хочу сказать, что в рамках своего визита хочу поблагодарить правительство, да и весь народ этой прекрасной страны. Я хочу поблагодарить за прекрасный прием, который нам оказали, а также за добросердечие, за то, как принимали всю делегацию уругвайскую в эти дни. Теперь, что касается двусторонней повестки дня, которую мы хотим развивать, хотелось бы остановиться на следующих вопросах. Прежде всего, мы консолидировали, диверсифицировали связи, которые существуют между Уругваем и Россией, подчеркнули стратегическую важность этих отношений для нашей небольшой страны. И, сказав это, и вторя тому, что сказал уважаемый президент России, мы обсудили двустороннюю повестку дня. Мы говорили о том, что надо сделать для двусторонней деятельности в политике, экономике, в культуре. И мы были в Большом театре вчера, и просто не могу выразить моё восхищение. Также мы говорили о сотрудничестве в образе обороны и безопасности. Все эти точки зрения, которые совпадали, то есть этот консенсус, двусторонние инициативы были отражены в плане действий, который мы приняли в рамках этого официального визита. И реализация этого плана будет означать прагматический подход двух стран к нашему будущему. Действительно, это важная точка для будущего. А в будущем, в следующем году, здесь пройдёт чемпионат мира по футболу. И надеюсь, что в финале будет играть Россия и Уругвай. Но, действительно, этот визит позволил нам сделать ещё один шаг в развитии наших прекрасных двусторонних связей. Что касается политики, у нас существует открытый диалог на основе уважения. Это укрепляет связи между небольшой страной Уругваем и одной из первых держав мира, которой является Россия. И 160 лет дипоотношений мы будем отмечать. И наша история богата. К нам приезжали российские, русские семьи в прошлом. И они выковали связи между нашими странами. Они позволили установить нам глубокие связи, которые существуют сегодня. Прекрасным примером является город Сан-Хавир, российская община. Это в департаменте Рио-Негро в Уругвайе. Там российские поселения играли важнейшую роль на юге Америки. И они написали нашу историю. Это русские семьи, это люди, которые работали, не покладая рукой, учились. И это те люди, которые познакомили нас со своими традициями истории. И наши отношения характеризуются многочисленными историческими событиями. Ну, например, те русские, которые жили в Сан-Хавире, они были первые, кто вырастил подсолнухи в Уругвайе. Они сделали свой вклад в производство, в экономику моей страны. И хотел бы также отметить, что мы подчеркивали важность тех документов, которые были подписаны в рамках этого визита. Это и таможня, это и оборона, это и образование, среди прочих вопросов. Всё это отражает многосторонность отношений, которые существуют между Уругваем и Россией. Мы добавили стратегический смысл в эти связи. Что касается многосторонних отношений, Уругвай и Россия поддерживают важнейшие совместные позиции, как в области разоружения, ядерного разоружения, в том, что касается борьбы с терроризмом, в том, что касается развития и защиты прав человека. Это среди прочих тем. Как вы знаете, Уругвай участвует второй раз в своей истории в качестве непостоянного члена в работе СБ, в Совете Безопасности ООН. И в рамках этой деятельности у нас была возможность осуществлять политическое сотрудничество, важное сотрудничество с Россией по наиболее важным вопросам международной повестки дня. Мы надеемся, что это сотрудничество, эти связи будут продолжаться и в 2017 году, и прежде всего в мае, когда мы будем председательствовать в этом черчевно важном органе ООН во второй раз. Что касается торговли, ну, хотелось бы подчеркнуть то, что Уругвай весьма заинтересован в углублении сотрудничества в том, что касается поставок продовольствия, делая акцент на молочной продукции и мясной продукции. Мы должны развивать стабильные торговые связи, взаимовыгодные для обеих сторон. Как об этом сказал уважаемый президент Путин, уже существуют возможности для того, чтобы расширить это сотрудничество, диверсифицировать это сотрудничество, добавить туда новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Я считаю, что Уругвай может стать стабильной платформой, важной, серьезной платформой, привлекательной платформой для того, чтобы к нам потекли иностранные капиталовложения. И мы приветствуем всех тех бизнесменов российских, которые выскажут свой интерес в сотрудничестве с Латинской Америкой. И в нашей стране, в Уругвайе, они найдут выгодные для них условия для реализации и осуществления бизнеса в нашей стране, в нашем регионе. Мы также говорили с президентом Путином о важности сотрудничества с Мерко-Суром и Еврозесом. Мы говорили о сотрудничестве, а для этого надо определить общие вопросы, которые интересуют всех, для того, чтобы продвигаться вперед. Как я уже сказал, нынешний международный контекст говорит о необходимости того, что необходимо устранять препятствия, которые существуют на пути международной торговли. Нам претекционизм не импонирует. И в этом смысле Уругвай считает, что очень важно поддерживать диалог, вести переговоры. И это важный инструмент для экономического сотрудничества в мире, для создания такой международной архитектуры, которая была бы справедливой, сбалансированной и открытой для всех. А поэтому я еще раз хочу сказать, что наша страна открыта для инвестиций и торговли. И со мной сюда приехали наши бизнесмены. Мы участвовали с ними в наших усилиях по развитию торговли. Мы рассказывали нашим российским коллегам о тех возможностях, которые существуют для бизнеса в Уругвай. Я приглашаю российских бизнесменов использовать этой платформы, которую предлагает Уругвай, а также теми возможностями, которые мы предлагаем. И еще раз хочу поблагодарить вас, господин президент, за вашу доброту, за ваше гостеприимство, за тот прием, который нам оказали. И хочу поблагодарить братский российский народ за оказанный прием. Спасибо. Спасибо, уважаемый господин президент. Спасибо вам за добрые пожелания нашим спортсменам на Мундиале, на чемпионате мира. Уругвай – небольшая страна, но она была первым чемпионом мира по футболу, первого чемпионата мира по футболу. Не знаю, в чем секрет. Может быть, в качестве уругвайского мяса и молока, которым кормят ваших футболистов, но и качество российских продуктов сегодня находится на высочайшем уровне, уверяю вас. Но мы будем сотрудничать и в области сельского хозяйства, в промышленности и, конечно, в гуманитарных сферах, включая спорт. Мы будем с нетерпением ждать результатов вашего визита, который, безусловно, я в этом нисколько не сменеваюсь, даст хороший толчок развитию наших двусторонних связей. Благодарю вас, Борис. Спасибо большое. Спасибо.